Всем добрый вечер. Я Касумова Айбенис Курбаналиевна, 57-го года, 03-11, рождение, по национальности азербайджанка. С 5-летнего возраста я проживаю в Казахстане. Здесь и замуж вышла, здесь и детей своих родила. Мы все знаем, что ситуация на данный момент по нашей стране, по нашей республике очень плачевная, очень тяжелая. Да, я сделала интервью после того, как узнала, что наш президент просит, чтобы в нацфонд перечисления народ сделал денег. Я дала интервью. Я не отказываюсь и не сожалею. Сегодня, 23-го числа, 23-го марта 2020 года, мне стало известно, что меня уже ищут полицейские. Полным ходом. Я готова. Но я хочу сказать, что у меня все органы здоровы. Я совершенно, абсолютно здорова. Я ничем не болела, ничем не болею, ничем не страдаю. Потому что я знаю, как пытают наши правоохранительные органы. Потому что уже прошла через эти муки ада, через все эти пытки. И позу ласточки мне делали, и противогаз одевали, и в канал Иртыш-Караганда топили. И трехмесячного ребенка с меня вытряхнули. На суду вся экспертиза исчезла. В результате экспертизы побоев моих снятых. Все исчезло. Вот такие у нас правоохранительные органы. Я это интервью даю. Потому что, чтобы вы знали, если со мной что-то случится, что меня так же постигла участь, как Дулата Агадзилла. Но я не боюсь их. Я от своих слов, ни от одного слова, что я дала в эфире, я не откажусь. Пусть хоть кишки мне вывернут наизнанку. Я не откажусь. Я не боюсь их, ни электрошокеров, которые они при меня, ни к Дулата Агадзиллу. По телу у Дулата Агадзилла все видно. Там нет трупных пятен. Там натуральные пятна побоев. Следы побоев. На кисти левой руки порез шов. Этого же не было у него. Я вас всех люблю, ребята. Вы все хорошие. Дай Бог вам. Дай Аллах. Всем здоровья. За меня не переживайте. Я еще раз говорю. Я клянусь, я их не боюсь. Я клянусь, какое интервью я давала, я также им еще скажу. Еще больше скажу. Я не могу видеть и смотреть, как страдают люди. Как страдают дети. На данный момент карантин. А у нас очень много неблагополучных семей. Я о малоимущих не говорю. Я говорю о неблагополучных семьях. А там дети голодают. А я знаю, что такое голод. И когда дитя хочет кушать, он не плачет. Он кричит. Я не от страха плачу, нет. Я от обиды, от боли. Что я не могу ничего сделать. Что я не могу никому помочь из них. Я все сказала. Спасибо вам всем за все. Я вам очень всем признательна. Пока-пока.